Вот у меня постель, раскладочка. От ее спальни до кухни, впрочем, как и для других, комнат рукой подать. И дело не в скромном метраже квартиры. Это гараж, в котором Елена Слепова живет больше года. Вот это я сама сделала. Я открыла крышку, посмотрела, и там провод сгорел. Я взяла ее, очистила и сделала. Иначе бы не перезимовала в гаражных условиях инвалид второй группы. У Елены Слеповой легкая степень олигофрении. Всю жизнь провела в лечебных учреждениях. За редким исключением, когда жила с мужчиной, первый раз, второй ухаживала за пожилым человеком. В этом доме она живет сейчас. А в этом, которая на расстоянии нескольких метров, жила пять лет вместе с дедом, за которым ухаживала. Но потом он умер, а сын потребовал освободить квартиру. И сейчас она периодически навещает бывших соседей, которые помогают ей, чем могут. Например, водой. У Елены Слеповой ее объективно нет. Двух бутылок хватает на неделю. Экономит. Это просто кошмарные условия. Я ее иногда приглашаю, потому что пользоваться моим домом уже оказалось просто невозможно. А так, говорю, Лена, заходи, кофе попьем. Туда-сюда, просто поговорим. Правда, все чаще времени на разговоры у Елены Слеповой не хватает. Женщина работает, как говорит сама, по металлу. Металлы, бутылки, банки таскаю. Вот даже у меня здесь бутылки есть. И банки. Собираю. Вот у меня бутылки. Собираю я и сдаю. Недавно вместе с подругой она добилась пенсии по инвалидности. Но сейчас предел мечтаний – собственная квартира. В Министерстве социального развития Елене предложили помощь поселить в интернате. Но она хочет не как инвалид, а как сирота – получить законные метры. Спасибо юристу. Он в письменном виде нам написал, что полагается ей. А жилье ей полагается. Полагается без очереди. Профиль на Министерстве не спорят, но предлагают разобраться, действительно ли Елена Слепова сирота. С ней работают сейчас специалисты, соответственно, и Министерство социального развития, и специалисты Министерства ЖКХ. Мне нужно понять, что категория этого человека – это ли сирота, ли будет инвалидность соответствующая. Почему? Потому что практически на сегодняшний день нет соответствующего пакета документов и нет данных по опеке. А пока чиновники решают, кто первым окажет женщине помощь, она мечтает о том, как войдет в собственное жилье. Но первыми запустят котят, которых приютила, потому что знает, как тяжело выживать в одиночестве. Мария Смирнова, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов.